Буду видеться тогда вопросы. А так идея, конечно, хорошая. Не, только так. Иначе без вариантов. Да, я это уже... Господи, слово из головы вылетело. Я на опыте. Ну все, не надо о грустном. Всем привет. Мы едем на поляну. Это сегодня немногословие. Так, куда путь держишь? Только что ответила, куда держим путь. Да, с котом мы, с котом. Ой, ты без кепки! Ты что? Это вообще никуда не годится. Срочно, срочно давай. Правда, я в кепке. Все. Все. На Сейшелу... Ну, еще билеты не куплены, но так как я должна быть там 18 или 19, я думаю, числа 16-18. Я, конечно, до сих пор питаю надежды, что все-таки на свадьбу Купиных я попаду, что мне удастся вылететь на пару дней позже, так как надежда умирает последней. Но не знаю, не знаю. В общем, в этих числах. Почему перестала общаться с Олей Рапунцель? Странный вопрос. Мы никогда не являлись с ней подружками. Я ее поддерживала, когда еще была участницей, когда она оказалась в сложной жизненной ситуации, когда еще находилась в положении. Но я просто человек объективный. Когда Оля ведет себя не совсем корректно, ну, соответственно, я высказываю свою точку зрения. Когда я вижу, что она нуждается в поддержке, в какой-то защите, ну, безусловно, я встаю на сторону слабых. Почему окна затонированы? Да как-то даже я не задумывалась, если честно, на эту тему. Солнце прячется. Да, вот Мандезир говорит, что мы прячемся от солнца. У нас просто в Москве стоят такие солнечные дни, куда деваться. Так, Казахстану тоже привет. Я у вас была... Был тоже? В Алматы. Чего? В Алматы. Вот, Мандезир тоже был. А я была, по-моему, в Алматы-Астана. Да. Года три назад. Почему так близко к Рыю сидишь? Близко, Рася, не знаю, метку удобно. Это близко? Да. Может быть, вам так кажется? Она маленькая девочка такая. Чего? Просто она маленькая девочка, и поэтому она очень близко. Потому что не достаем. Ну да, я же мелочь. Как дела с Мандезиром? Вы прекрасная пара. Спасибо. У нас, слава богу, все отлично. А вот она, как бы. А-а-а! А кто следит за навигатором? Кот? Там дальше, по-моему, может... Да, дальше направо, да. Так, Сергей Захарьяш пишет здравствуйте. Я не знаю, Захарьяш это собственная персона или фейк. Но если это Захарьяш, то здравствуйте. Хотя вряд ли человек, как он, будет сесть в прямом эфире или он на выходном? Я не знаю, что это значит. На выходном? На выходном? Хотя я не знаю. У нее же девушка пришла, да? А-а-а! Конечно! Она же девушка, девушка сейчас. Наконец-таки. Когда свадьба? Ну, когда-нибудь так точно. Такой очень размытый ответ. Мамочка! Ой, ну, слава богу, получше. Сейчас вот попочь к ней поеду в больницу. А все, кот, может, включать на ее кадр. Поеду к ней в больницу, пообщаюсь с врачом. Ну, надеюсь, что ее уже скоро выпишут, потому что она у нас... Сколько, малыш? Недели три уже, наверное, да, лежит в больнице в общей сложности. Ну, уже долго. У тебя такие шикарные губы, спасибо. Многим мои губы не нравятся. Еще больше сделала губы. Губы, как у рыбы. А я захожу в их профиль, а там и хочется губы найти. А губ вообще нет. Две нитки какие-то непонятные. Думаю, блин, на вашем случае лучше бы вы, конечно, губы сделали. Мне тоже очень нравятся мои губы. Я от них в восторге. Кому не нравится, можно вообще не смотреть. Я как-нибудь это переживу. Безумно красивая. Кот тоже мне всегда говорит, что я красивая. Да, малыш? Колье розы правда стоит полмиллиона. Слушайте, мне вот вчера сказали... Точнее, не вчера, мне на днях сказали, что оно стоит 50 тысяч, но вчера я все-таки узнала. Сказали, что да, где-то полмиллиона стоит. Я его не видела. Ничего сказать по этому поводу не могу, но на мой взгляд это абсолютно глупая инвестиция. Лучше бы они какую-нибудь машину ей купили, я не знаю, там добавили бы еще денег. Но это их дело. Но самое-то главное, ребят, что... Что Роската Шабарина простила. Ну а как не простить, когда тебе колье дарят, да? Это просто такая вот чистая, светлая, а самое главное, бескорыстная любовь. Подарили колье, и все обиды как рукой сняла. Я очень верю в вашу пару. Благодарю, нам приятно. Когда уже Рапунцель выгонят. Почему Мандезир на проекте? Ну потому что нам так хочется. Потому что нас все устраивает. Я каждый день на работе. Мандезир на проекте. По кайфу. Потому что по кайфу. Этот вопрос очень многих волнует. Вот странно, да? А почему Марина с Ромой на проекте? Почему Рапунцель на проекте? Наверное, потому что любят проект. Наверное, поэтому... Нет, суть-то вопроса в другом. Как бы я же не на проекте. А что ты делаешь на проекте? Марина с Ромой, они же пара, которые... Они вдвоем участники. Рапунцель, они же тоже оба участники. Ну, я выставил свои отношения к этому. Что же нашли на проекте? Ты ведущий этого проекта. Я женю на проекте. Людей поэтому это беспокоит. Ну, беспокоит. Это их проблема. У меня свои цели. Я к ним иду. А ночевает он тоже к тебе домой ездит? Или тоже на проекте в мужской спальне? Ну, мы живем вместе, поэтому он ночует не у меня дома, как вы пишете, а просто дома. Пока же вид из окна. Ну, вид, конечно, из окна. Так себе. Вот одна тупица, по-другому я не могу назвать этих женщин. Мне просто кажется, что им в жизни так не везло, что на вашем жизненном пути встречались мужики, за которых вы всегда всю жизнь платили, и вы весь мужской пол гребете под одну гребенку, называя мужчин-альфонсом. Так вот, я, уважаемая барышня, наверное, открою вам очень неприятную тайну, что не все мужчины являются такими, как ваши. И если вы позволяете себе платить и содержать мужчину, ну, вы обесцениваете себя как женщина. Нравится вам так жить? Живите. У меня мужчина достойный, и он никогда, ни разу не позволил себе, чтобы где-то за что-то платила я. Поэтому вот эту вот вашу чушь оставьте при себе. А вам я просто желаю, чтобы вы встретили порядочного парня, молодого человека, и чтобы вы не злились на весь белый свет из-за одного неудачного опыта в вашей жизни. Юлия, зачем игноришь, почему Сэм ушел с проекта? Во-первых, я не видела этот вопрос, а во-вторых, ну, это личное дело каждого, наверное. У Сэма внутренняя борьба уже была очень давно. Он любит проект, но он хотел какого-то роста, какого-то развития. Видите, он сейчас активно стал готовиться к соревнованиям, выступать, а в рамках проекта это все-таки сделать, ну, немного сложнее. И поэтому, я думаю, это, наверное, была основная причина. Ну, в голову к человеку не залезешь, я не знаю. Но мне кажется, что это решение не просто ему давалось. Я просто желаю ему одного, чтобы он не пожалел, чтобы он был счастлив. Марк Авто Ауди. Нет, я не курю, никогда не курила. Только кальян. Мандезиру попросила измену за колье. Я даже не могу рассуждать вообще на эту тему и даже задуматься об этом не могу, потому что я настолько уверена в Мандезире, что даже если мне вот сейчас кто-то придет и скажет, что видели моего молодого человека где-то там в кафе с девушкой, я в жизни в это не поверю, скажу либо факты, фотографии, либо даже больше ко мне с этой информацией не приходи. Очень важно найти в жизни человека. Я могу сказать, что за 32 года мне такой человек впервые встретился, в котором я уверена, вот как в себе, это очень важно. Я не стрессую, я не переживаю, я не накручиваю, я себе там не гоняю никакие мысли в голове. Вот вообще у меня этого нет, поэтому я даже не могу ответить на этот вопрос. Наверное, в какой-то другой ситуации я бы ответила. Но на мой взгляд, когда ты любишь человека, ты либо принимаешь, прощаешь и пытаешься выстроить отношения дальше, либо когда ты прощаешь за какие-то подарки, а что это за любовь тогда такая. Я не понимаю этих вещей. То есть, получается, без кольета бы не простила, а за кольету простила. Да, но это же странная история. Просто измены вообще прощать нельзя. Измены, предательство, когда вас предают близкие люди. Я сейчас не конкретно там о мужчине говорю. Нужно избавляться, не нужно в своем окружении держать таких людей. Ты просто его любишь по-настоящему, поэтому и доверяешь. Но безусловно, и это тут играет огромную роль. Но также я же вижу, как он себя ведет. Мандезир, он семьянин. Мне так не очень хочется тебе петь хвалебные воды, потому что ты сидишь тут и слушаешь. Я обычно его хвалю, когда его рядом нет. Но это действительно так. Вот есть мужчины, которые всю жизнь гуляют. Знаете, им... Они уже такие престарелые детки, которым остается жить один понедельник. Но они все еще это... Думают, что они коты мартовские. А есть мужчины, которые выбирают свою женщину. И все. И вот всю жизнь с ней живут. Там душа в душу. Понятно, стычки ссоры случаются. Но он верен прежде всего своему выбору, потому что он мужчина. Вот. И своей женщине. Я не прощаю измены предательств. Я жила под таком принципу, продолжаю жить. Так что вот так. Ну, видите, я никого не осуждаю. Это личное дело каждого. Кому-то проще простить, там, понять, принять. Кто-то перечеркивает человека. Малыш, купишь мне адреналин? Кто-то перечеркивает и вычеркивает человека из своей жизни. И все. Думайте, смонгазируем о свадьбе. Мне кажется, ты никогда не допустишь неверного и лукавого мужчину. Рядом люди такие. А если у парня есть девушка, он со мной время проводит, что делать? Знаете, вот, если вы друзья, то это один момент. У меня есть друзья, приятели, мужчины. Кумой, с которым я дружу 17 лет, очень близкий родной мне человек, является мужчиной. Но если у него на вас какие-то виды, и у вас на него, это очень подло с вашей стороны. Вы женщина. Вы должны понимать другую женщину. Должны понимать, вернее, другую женщину. Вы должны не забывать, что жизнь такая штука, и бумеранг никто не отменял. Я всегда предлагаю людям ставить себя на место других. А как бы вы отнеслись, если бы с вами так поступили? Я не думаю, что вам бы это понравилось. Покажи пиджак. Это костюм. Вот такой вот костюм. Как на Дом-2 попасть? Есть такая замечательная девушка Надежда Ермакова. Вот все через нее. Меня парень избивал. Сколько ходила в полицию, ноль изменял, гулял. Как и пережила, не знаю, нашла другого мужчину. Родила двух дочек. Теперь я счастлива, как никогда такого. Тебе желаю спасибо большое. Вы большая умница, что нашли в себе силы вовремя уйти от домашнего тирана. Потому что с такими людьми есть что-то не жизнь, это существование, это вечная борьба за что-то, за свои права. Ну, это ужасно. Я таких мужиков не уважаю. Я таких мужиков презираю, потому что мужчина не может называться мужчиной, который бьет женщину. Это вообще, это самое последнее. Дай бог вам счастья, здоровья вашим деткам, вашему мужу. Спасибо, кот. Я не понимаю, если честно, людей, то, значит, вам вот не угасло. Слава богу, я и не пытаюсь жить в угоду вам. Иначе это была бы вообще клиника. Кривые зубы. Ой, кривые зубы. Работает ведущий, что нет денег поставить виниры. Вставишь виниры. Ой, виниры, лошадиные зубы. Зачем ты их поставила? Худая. Ой, ты такая худая, болезненна, прям как анорексичка. Поправляешься. Фу, нет, ну ты жирная, ну сколько можно есть? Нет губ? Уродство. Есть губы? Перебор. Люди, вам что-то так хреново живется? Вот мне плевать сейчас высокой колокольни. Губы, зубы, жопа. Нет у вас жопы. Жирная, вы тощая. Мне нет никакого... Негатю. Нет никакого дела до вашей жизни. Ведь самое главное что? Чтобы вам было комфортно. Чтобы ваше отражение в зеркале